Всем привет, с вами как всегда Джамбу Макс и сегодня я хотел бы с вами поговорить о теме эксклюзивчиков. О том, какие же плохие Sony, что забирает игры у пацанов и вставляет палки в колеса иксбоксером. И обсудим в общем все, что крутится вокруг этого, включая сделку Activision Blizzard. Советую ролик смотреть до конца, именно для большего понимания всего, о чем я говорю. И с вас, как обычно, лайкусик, подписка на канал и давайте добьем до конца года 100к подписчиков. Спасибо. Начнем с того, что прошло уже почти 2 года с момента выхода консолей нового поколения, чтобы уже понимать, какая стратегия двух компаний на ближайшее будущее. Если же майки нацелены скупать все и всех, предлагая при этом более выгодные предложения для своих игроков, то Sony все еще пытается жить старыми рабочими методами, давая игрокам больше тех самых эксклюзивчиков. И сейчас есть что я говорю не только про эксклюзивные игры, а в целом про эксклюзивность. Контент, какие-то режимы в играх, дополнительные функции, например, с VR, ну и так далее. Сейчас, напомню, все еще принимается решение насчет сделки поглощения Microsoft в том Activision Blizzard, и многих на самом деле волнует этот вопрос, поскольку от него будет решаться, попадет ли в подписку Xbox Game Pass все части колды или не попадут. Кстати, поделюсь с вами немножко подробностей. В той сделке получается не все так гладко, как могло показаться простому игроку. Если изначально все думали, что данная сделка пойдет как на базаре, типа, ребята, у нас есть деньги, я покупаю, но мы в принципе не против, значит, по рукам. То сейчас уже все понимают, насколько это муторная, а также сложная сделка, ибо вокруг этого множество антимонопольных специалистов, каких-то непонятных бумаг, доказательств, мнений. И по большему счету во многом виновата именно Sony, которая активно борется за то, чтобы эта сделка не удалась, поскольку она может потерять за счет нее самое вкусное, а именно колду на свою платформу. Несмотря на то, что команда Xbox не раз заявляла о том, что колда не прекратится выпускаться на плойку, это не совсем устраивает Sony, ибо они даже готовы добиться того, чтобы колда не входила в подписку Xbox Game Pass, и даже по заявлениям одного из инсайдеров доплачут за то, что это, типа, не происходило. Многие, смотря на это, могут в один голос сказать, ну, все понятно, Sony, контора, б***ь. Вот такие вот они плохие, но и про эту эксклюзивность, хотя сами, по сути, поступая так же, обделяя довольно весомую часть игроков. И знаете, если бы мой канал срылся бы на какой-то хайповой ненависти, то я бы просто согласился бы с вами, сказав, что Sony реально говнарии. Ну, а поскольку мне нравится более широко смотреть на ситуацию, я могу сказать, что Sony красавцы, что так отчаянно борются за свой хлеб. Несмотря на то, что у Microsoft просто куча возможностей и денег, Sony даже в таких, казалось бы, проигрышных моментах может попытаться выйти победителем. Если кто-то не знает, колда это настолько сильный бренд, что она будет висеть в топе даже чисто за счет своего названия. Да, мы не раз видели ситуацию, что когда выходила не такая уж и классная часть колды, она все равно висела в топе. Sony это прекрасно понимает и знает, что из-за колды к Xbox, у которого будут новые части бесплатны, ну, то есть по подписке ливнут, реально очень много игроков. И поэтому всевозможными силами пытаются удержаться за нее, и у них это, в принципе, неплохо получается. Да, многие могут сказать, что они лицемеры, что вот они так мерзко поступают, но прикол в том, что абсолютно у всех компаний в бизнесе в самой главной цели стоят деньги. И при ведении бизнеса мало кого волнует, как поступать, лицемерно или нелицемерно. Самое главное, чтобы просто денег было больше. И самый прикол в том, что во всем этом нету каких-то пацанских понятий, о котором каждый раз говорят игроки. Не, просто я реально много комментов вижу с неким осуждением того, как они ведут бизнес. И, кстати, я расскажу, кому все-таки задавать вопросы о том, как вести бизнес. Да. Если вспомнить в этом моменте Человека-паука, который у Сони также отчасти в наглую оторвало от большого числа игроков, и приравнять это к колде, к примеру, ну, типа вот вам пример, и сказать, вот как они хреново поступили, но стоит учесть, что глава Marvel Games рассказала, что Xbox отказалась в свое время от возможности выпускать лицензионные игры по Человеку-пауку. И как раз таки это произошло не задолго до того, как Сони заключила сделку по разработке Спайдермена для PlayStation 4. Прикол, да? То есть, чтобы вы понимали, майки сами отказались от Человека-паука. И после вот таких вот подробностей я стал задумываться, а почему так происходит? Ответ, скорее всего, кроется просто в другой стратегии. Но мне кажется, достаточно странно вести себя настолько пассивно. Если честно, после того, как мы прожили моменты, в которых майки дофига кого купили, и еще собираются, кстати, купить, я лично стал это воспринимать как пассивное завоевание рынка. То есть, чтобы вы понимали, майки не пытаются в последнее время дать какой-то новый игровой опыт игрокам Xbox. Они не пытаются удивить игроков Xbox. И опять же, я делаю вывод не просто так, а поскольку являюсь игроком Xbox. И я не просто так упоминаю именно консоль Xbox. Поскольку для игроков именно Xbox они стараться перестали, реально. Достаточно понять, что в той же подписке Xbox Game Pass есть игры, которые доступны только для ПК. Они сократили игры по раздаче по голду и стали давать реальное говно. И некоторые экзы вышли на консоль после какого-то времени, ну, по типу Fly Simulator и Gears Tactics. И вот в 23-м году, наконец-таки, выйдет Age of Empire. И поскольку за все это, вроде как, отвечает подразделение Xbox, мне, как обладателю консоли, реально непонятно. А из-за того, что после всех сделок мы можем сказать лишь, какая же классная у нас Forza и еще, наверное, пару игр. В то время, как у Плоки вышло куда больше хайповых проектов. И, наверное, кроме как халявы неких второсортных затычек в этой халяве, по типу Scorn Crossfire X Medium у Xbox стало реально мало плюсов. Тут я, кстати, хочу подвести вас к тому, что даже несмотря какое-то лицемерие, Sony просто готова биться за своего клиента и предоставлять ему самое лучшее. На эту мысль, кстати, меня навело несколько ситуаций. Если вдруг вы не знаете, то Silent Hill ремейк будет эксклюзивом на целый год. Final Fantasy также будет эксклюзивом Sony. Их, конечно, можно винить за то, что фиг ли вы так делаете, но тут я хотел бы задать вопрос не Sony, а Филу Спенсеру. И вопрос, в принципе, такой. А почему ты так не делаешь? Почему они не могут договориться за какой-нибудь классный проект, как это было во времена Xbox One с Quantum Break? Вот недавно они пожалели, что Genshin Impact на Xbox не завезли. Тот же Full Guys фиг знает, когда вышел на Xbox, хотя на плойке его уже давно поиграли. Мне как игроку признаться в последнее время обидно, что какие-то хайповые проекты проходят мимо меня. Или я их стал получать в последнюю очередь, пока все наиграются. Stray, Sifu, через год смогли поиграть в Deathloop. Кстати, виджу эта игруха зашла, поэтому, скорее всего, ждите обзор на его канале. Поиграем, возможно, через 12 месяцев после того, как все поиграют в Silent Hill. Genshin Impact фиг знает, когда появится, и может вообще не появится. И складывается такое ощущение, что я как иксбоксер начинаю просто доедать объедки. И если же в седьмом-восьмом поколении были хоть какие-то качели, по типу, вот у нас есть Uncharted, а у нас есть Gears of War, у нас есть Halo, у нас есть Killzone, а вот у нас есть Forza, а у нас есть Gran Turismo, то сейчас в таких соревнованиях побеждает Sony. И что-то поставить подобное в противовес, ну, действительно сложно. Все могут, конечно, винить при этом, опять же, Sony, что вот они говнори кормят ремейк, а у нас это Fast 3. Кстати, это тоже не очень сильно поддерживаю. Ну, а того же сборника гирь в лице ремейка, ну, наверное, я был бы и не против. Конечно, есть вероятность, что в будущем-то у иксбокса могут быть невероятно классные проекты, но, будем честны, мы о них мало что знаем. Какими они будут, не знаем, а самое главное, когда они будут, это вообще большой вопрос. И возрождение каких-то франшиз не гарантирует, что все будет окей. Ну, вспомните тот же Battletoads. Давайте, например, вспомним State of Decay 3. Ребят, она в разработке, по слухам, уже минимум 4 года. Ну, о ней, по сути, ни слуха, ни духа после того трейлера, и пока мы пытаемся защитить майков, используя аргументы, но игры сейчас делаются не так быстро. Единственное, на что в последнее время способны Microsoft, так это просто профинансировать проект под конец разработки. Ну, возьмите тех же психонавтов, все кичатся, что вот майки молодцы, взяли под свое крыло, смогли их сделать, но этот проект делали не совсем майки, и изначально его вообще собирали на Kickstarter. И только под конец майки вкинули денежку, и типа она вошла в Xbox Game Pass, классно. Ну, и такая же, кстати, ситуация практически ускорна. Ну, а также Microsoft просто сейчас покупает какие-то готовые рабочие имена, грубо говоря, покупает цеха или заводы по производству игр, ну, а-ля игровые студии. Но больше всего, на самом деле, бесит, как те же благородные Microsoft, по сути, плюнули в лицо, не выпуская несколько игр под Xbox One. Street Fighter 6, Resident Evil 4, эти игры вроде как не выйдут на Xbox One. То, что она слабая, скажете вы, она просто слабая, да? Но почему тогда эти игры выходят на плойку четвертую, которая как бы не намного мощнее? Вот и думайте. Как Sony могут договориться в таких вещах, а Microsoft нет? У меня просто складывается ощущение, что майкам по большему счету на это пофиг. Но обычному игроку, как мне кажется, нет. И несмотря на то, что компания Sony не такая богатая, как Microsoft, они переигрывают их во многих моментах. И как раз таки в этом, мне кажется, виновата не Sony, что они так умеют договариваться, а в том, что майки щелкают своим хлебалом. Просто, как по мне, сейчас стоит задавать больше вопросов Филу о конкурентноспособности и о том, что мы получим как игроки, нежели винить Sony в том, что мы не получим. И по большему счету, на мой взгляд, Sony ходит за то, что она просто продает свою работу. Подкреплю данные суждения простым примером. Увидев ценник в 70 баксов, все сразу воротят нос, в то время как майки пытаются заманить всех дешевизной. В этом есть свои плюсы, однозначно, и майкам действительно стоит отдать респект за то, что у них более лояльная стратегия к пользователям за счет бесплатных улучшений. Функции умной доставки, где тебе пофиг, какое издание купить. Но, к сожалению, за этот счет у майков очень просело качество, и уже многие это признают. Ни виртуальной реальности, ни ААА проектов за этот год. И вы хотите сказать, что во всем виновата Sony? Ну, наверное, да. Наверное, ровно так же, кстати, как и Xbox Series S, виновата в том, что рыцарь Архома идут в 30 фпс. Ага. Мне почему-то кажется, что ключ проблемы с этой ситуацией кроется в том, что сама консоль Xbox, вот именно консоль, для майков уже не в приоритете, поскольку им уже все равно на продаже самой консоли. У них самая главная задача, это продать подписку, поскольку она доступна и на ПК, и на телефонах при помощи xCloud, будет доступна на телеках и так далее. И, собственно, что-то предлагать именно консольщикам уже не особо выгодно. Да, открывается вопрос в подписке, типа они для нее тоже сейчас мало делают, но это лишь пока. И то они, мне кажется, пытаются прощупать аудиторию путем завоевания других рынков по типу китайского, или того рынка, в которых игроки, вернее, просто обычные люди, никогда не играли. И чем больше они пытаются влить в подписку тех или иных игр, тем больше аудитории с разными вкусами они к себе привлекают, и пытаются, по крайней мере, привлечь. И опять же, они нацелены еще на тех, кто в Xbox ранее вообще никаким образом не играл и не хотел. Мне лично эта стратегия не особо нравится, поскольку плюшки Xbox, они действительно пропадают. И ты, как консольщик, начинаешь себя чувствовать немножко каким-то урезанным. Все играют в какие-то хайпы игры, ты нет. И некоторые ребята, насколько я знаю, опять же, понимают эту тему и просто начинают собирать ПК, поскольку на него просто падает цена. Оставаясь при этом с подписчикой Xbox Game Pass, поскольку она доступна на ПК, и добывают еще себе плойку для экзов. Куда эта фила приведет, я не знаю, но хотел бы услышать ваше мнение в комментах. И если вдруг видосик вам понравился, с вас лайк, подписка и спасибо за просмотр. Надеемся, что у Xbox все-таки настанут хорошие времена.